привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале сотрудники переживают что в заведении изменится буквально все в ряде театральных заведений столицы произошли кадровые перемены художественным руководителем театра виктюка к примеру стал богомолов сохранив свою должность и на малой бронной так вот зачем месье собчак так назойливо строчил державные манифесты вот например одно из последних его заявлений богомолов заявил что брезгует уехавшими из россии артистами мне честно говоря абсолютно все равно что произойдет с макаревичем или с кем-то еще из этих людей у меня нет по отношению к ним ничего кроме некоторой брезгливости когда они позволяют себе какие-то агрессивные выпады против своей страны из своих людей заявил режиссер у меня сложилось давно такое впечатление что богомолов развелся с собчак смотрю она на форуме 1 каннах на красной дорожке везде одна что-то собчак скрывает от общества может политические взгляды их развели раз богомолов так заговорил ну что ж а голос богомолова был услышан казенная канцелярия прямо линейно она видит на заборе листок куда здравствует святая наша русь с подписью богомолов и сразу записывает творца свои а костик с дальним прицелом работает в долгую и бронную не потерял и виктика унаследовал последнее символично в этом заведении он кажется и разгуляется место натруженная девиантная все эти бесконечные переодевания мужчин в женщин концепции по которым пол штука пластичная и прочие выдумки создателя площадки виктика в 2020 ушедшего в мир иной под его крышей кажется богомолов имеет шанс найти свою истинную труппу а малая бронная вздохнула может быть и не надо было несколько лет назад выгонять оттуда талантливого худрука сергея голомазова и назначать на его место костика голомазов то был без всех этих вывертов но канцелярия в тонкости не вникает строчит режиссер как бы патриотические манифесты прогиб засчитан и достоин поощрения да и лапа скорее всего наверху у манифестанта кости имеется иначе так не пропихивали на рабочие места но богомолов как про него говорят худрук не для скуки кстати директором театра виктюка стала валентина яковлева она также работает директором театра на бронной сообщил богомолов вот не удивил а на вопрос какие сложности на ваш взгляд ожидаются в театре виктюка кости ответил театр должен открываться времени и обществу театр в который я пришел он немного напоминает башню из слоновой кости это надо менять на мой вкус здесь есть морально устаревшие спектакли спектакли в своей эстетике и содержание оставшиеся в прошлом не отвечающие требованиям времени и так как мне доверено руководство театром я не скрою предлагаю проститься с иными исчерпавшими свой ресурс произведениями это процесс неизбежный надеюсь актеры театра найдут в себе силы и мужества меняться и осваивать новые театральные территории но сотрудники театра переживают что в заведении изменится буквально все зная богомолова громкие кадровые изменения в театральной жизни столицы до сих пор находятся у всех на слуху на известие о новом руководители уже отреагировали артиста театра виктюка который достался богомолову они в ужасе из-за того какая судьба их может ждать паника в труппе началась из-за опасения массовых увольнений люди переживают что режиссер ни с кем не будет деликатничать они уверены что он приведет в их театр который он называет просто новой площадкой своих людей поэтому труппа пребывает в шоке от происходящего делятся источники сотрудники заведения утверждают что богомолов не имеет представления о репертуаре и способностях театра скорее всего он начнет пропагандировать свои ценности которые идут в разрез с эстетикой романа виктюка ну а нам остается только наблюдать чем это затея с новым назначением закончится